В 1991 году впервые в качестве самостоятельной службы в МВД СССР было создано четвертое бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Саровское подразделение начинает отсчет своей деятельности именно с этой даты. Дальнейшая судьба его была непростой. Служба претерпевала изменения, затем и вовсе ушла из системы МВД. Обратно вернулось уже в 2016 году. Однако итоги четырех лет работы руководство не устроили. Организация работы нас в корне не устраивала. Общий подход, постановка задач, которые ставились в целом. И, как я говорю, у нас наружные наряды на протяжении нескольких лет преступления данной категории не выявляли. Выявлялись только административные правонарушения. В конце 2019-го, начале 2020-х годов провели переформатирование подразделения. Привлекли новых сотрудников. Результаты не заставили себя долго ждать. И статистика наглядна этому подтверждение. Из года в год показатели улучшаются. К примеру, по административной практике в сфере незаконного оборота наркотиков показатели работы увеличили на 10% по сравнению с прошлым годом. Основной прирост у нас – это порядка 30% мы выявили потребителей наркотических средств. То есть, тех, кого наружные наряды межмуниципального управления, полиция, иными словами, выявляли на улице, доставляли и выявляли у них факт потребления. То есть, получается, по сравнению с прошлым годом у нас на 30% больше увеличилось количество таких лиц. В этом году существенно улучшили показатели по выявлению наркопреступлений. Для сравнения, в 2020 году выявили 17 фактов, а в 2021 уже 26. Из них – три факта склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, 16 случаев сбыта веществ, а также семь фактов потребления. О самом отделе рассказать мы не можем. Это закрытая информация. Но одно знаем точно. На их плечах лежит колоссальная ответственность. И далеко не каждый справится с их непростой профессией. Есть такое выражение – кто на что учился, кто куда стремился. Поэтому, я думаю, люди, которые в настоящее время там находятся, они не посторонние. Поэтому и есть надежда в том, что работа, которая проводится, она будет ещё более качественно проводиться и возымеет какой-то результат. Мы огласили лишь промежуточные итоги работы подразделения за год. Полная статистика по раскрытым преступлениям будет известна позже. И мы обязательно расскажем о ней в ближайших выпусках новостей.